Бобрульские медики тестируют новые кареты скорой помощи. Производитель Маскупава. Микроавтобус создан на базе отечественного шасси Минского автомобильного завода. Спроектирован совместно со специалистами системы здравоохранения и оснащён оборудованием с учётом требований Минздрава. В центральной части кузова приёмное устройство с тележкой и каталкой способно выдержать вес в 160 килограммов. Внутри салона всё нужное для оказания помощи. Весь левый борт занимает вместительный стеллаж с многочисленными отсеками для хранения и транспортировки медизделий. Есть розетки на 12 и 220 вольт для подключения необходимого оборудования. В числе преимуществ встроенный кондиционер и удобная высота, что позволяет работать в полный рост. Машина оснащена рентген-негативными носилками, вот они находятся, ковшеобразными носилками, термосумкой, двумя баллонами кислородными по 10 литров, вакуумными системами. Установлены здесь и светодиодные лампочки, а штатный люк заменён на стеклянные для естественной освещенности и вентиляции. Сейчас кареты проходят регистрацию в ГАИ. Как только будут оформлены документы, скорые оснастят дополнительным оборудованием – дефибриллятором, кардиографом, реанимационной укладкой для взрослых и детей. Уже после медики смогут отправиться на вызов. Каждый звонок проходит через диспетчерскую службу. После поступления звонка он диспетчером по приему передачи вызовов передается по специализации бригадам. Если это неотложный вызов, то он передается в свободной фельдшерской бригаде. Если это экстренный вызов, то передается врачебной бригаде. Бригада выезжает в короткие сроки. Если необходимо, следует включенными спецсигналами. Благодаря дополнительной аккумуляторной батареи и возможности подключения внешнего источника питания, медицинский салон полностью автономный и не зависит от работы двигателя. Планируется, что в рамках программы ускоренного развития городов с населением 80 тысяч плюс Бобруйск получит еще несколько современных скорых уже в 2024-м.